Здравствуйте! Это официальный разговор и у нас в гостях сегодня Андрей Витренко, заместитель министра образования и науки Украины. В Украине разрабатывают стратегию развития высшего образования на ближайшие 10 лет. В документе соберут видение экспертов будущего развития высшего образования и его роли в жизни украинцев. Работа над стратегией открыта для общественности. Для этого создана интернет-площадка, через которую к обсуждению могут присоединиться представители различных профессиональных сообществ. Эксперты проанализируют нынешнее образование, спрогнозируют потребности рынка труда в специалистах, определят инновационные технологии, а также учтут международный опыт. Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего разговора – это высшее образование. Как оно изменится, начиная с 2021 года и вообще каким мы его увидим в последующие 10 лет? Наше высшее образование будет становиться только лучше, только качественнее, только приближеннее к требованиям рынка труда, только приближеннее к тем потребностям, которые нужны человеку. Будет развиваться и идти только вперед, как высшее образование, так и наука. Какие этапы предусматривает эта стратегия высшего образования? У нас стратегия разбита на три этапа – 2021-2022 год, 2022-2027 год и 2027-2031 год. Такая долгосрочная стратегия. Долгосрочная, да, стратегия. Итак, с чего же начнем, в общем-то? Ну, начнем мы, скорее всего, с принятия необходимых законодательных актов по автономии украинских университетов. Что это значит? Мы предоставим университетам больше автономии в области их управления и финансирования. То есть они сами будут решать, как им распоряжаться деньгами? Ну, на сегодняшний день автономия украинских университетов распространяется в основном на учебный процесс. Финансовые взаимоотношения украинских университетов и государств, они строго регулируются законодательством, бюджетным кодексом и налоговым кодексом. Поэтому необходимо внести качественные изменения для того, чтобы университеты могли зарабатывать деньги, могли их тратить на все свои необходимые нужды для того, чтобы усиливать именно качество образования. Что изменится на практике? Университеты смогут самостоятельно распоряжаться деньгами, деньги смогут переходить из года в год, изменится взаимоотношение наблюдательного совета и руководства вуза. Руководство высших учебных заведений будет наделено особыми полномочиями по распределению финансовых ресурсов. А что изменится конкретно с качеством высшего образования? Потому что у нас часто была такая практика, когда диплом получали только ради диплома. И там грузчики в итоге на стройке были с дипломами об экономическом высшем образовании. Ну мы знаем про эту проблему. Основная проблема состоит в том, что требования рынка труда и то, что могут преподавать в университетах, это несколько разные вещи. Поэтому мы сейчас будем активно привлекать в разработку образовательных программ различных стейкхолдеров. Кто у нас является стейкхолдерами? Это студенты, это их родители и представители бизнеса, реального сектора экономики. То есть дуальное образование будет также внедрено или это разные вещи? Дуальное образование будет внедрено на уровне профессийно-технического образования. То есть ввести дуальное образование на уровне высших учебных заведений несколько сложнее. Если мы будем массово внедрять дуальное образование, ну это ни к чему хорошему не приведет. Ну как можно внедрить дуальное образование, например, для философа? Это невозможно. Но вот есть такой сектор, как налогообложение. Там можно подготовка специалистов для налоговой службы, подготовка специалистов для таможенной службы. Там можно и нужно, и можно развивать дуальную форму образования. Давайте вернемся все-таки к стратегии. Что она изменит на практике? Ну какие проблемы нужно решить? Проблемы, ну вот первая проблема – несоответствие. Давайте вот, они у нас выделены. Например, первая проблема – несоответствие качества образования актуальным потребностям общества. Следующая проблема – недостаточное финансирование и неудовлетворительное материальное обеспечение высшего образования. Ухудшение кадрового потенциала. Интересно, как вот здесь, как это будет меняться? Это какие-то курсы, повышение квалификации? Нет, не курсы. Мы вводим различные. Смотрите, вот есть лицензионные условия. В лицензионных условиях сейчас написано, что, например, человек, который не имеет ученой степени, ученого звания, не может заходить в аудиторию к студентам. Но как же такие специальности, например, как IT-специальность или вот творческие специальности, креативные специальности, певцы, танцоверы? Я думаю, что специалисты практики в этих отраслях, они могут дать намного больше студентам. И мы меняем лицензионные условия для того, чтобы дать возможность практикам из реального сектора экономики приходить к студентам и модернизировать их знания, давать им то новое, то актуальное, которое сейчас необходимо на рынке. А еще интересно, каким новым профессиям будет высшее образование обучать и каких специалистов будет готовить? Мы знаем, какие у нас сейчас процессы. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект уже пишет статьи в экономические журналы. Искусственный интеллект пишет коды для IT-специальности. Искусственный интеллект очень быстро учится. Но у него нет одного, что есть у человека. У него нет креативности. Те профессии, в которых главную роль играет способность человека созидать, вот эти профессии за этими профессиями будущее. А что нужно сделать для того, чтобы диплом украинский о высшем образовании котировался за рубежом? Диплом о высшем образовании Украины признается и так сейчас в Европе. Единственное, там существует процедура признания, точно так же, как и существует процедура признания дипломов, выданных за границей в Украине. Это специфические процедуры. Что мы сделали уже? Во-первых, мы подготовили, мы синхронизировали рамку квалификации. Междуукраинская рамка квалификации соответствует европейской рамке квалификации. Это первый шаг гармонизации дипломов. Следующий шаг гармонизации дипломов. Мы можем приглашать иностранное агентство оценивать качество образовательных программ Украины. Соответственно, когда это будет оценено иностранным агентством по качеству образовательных программ, этот диплом будет автоматически признаваться за границей. А на какие страны вы ориентировались, разрабатывая стратегию о высшем образовании? Европейские страны, страны Европейского Союза. Программы обмена для студентов, будут ли они сохранены и какие программы вы можете выделить? Программы обмена для студентов, они несколько приостановились в связи с пандемией. Но они будут обязательно после преодоления этой пандемии, они будут обязательно активизироваться. Какие программы обмена? Существуют программы как на национальном уровне, такого плана, как Erasmus+, программы. Там, где и преподаватели, и штатные работники университетов. И студенты могут проходить стажировку и могут проходить обучение в европейских университетах. Есть программы турецкие, Мивляна, то есть это турецкая программа, которая похожа на программу Erasmus, только для турецких университетов. Я, например, брал участие, был в университете, там проходил научную стажировку. Сейчас мы разрабатываем программы с малазийскими университетами. Очень много у нас предложений от китайских университетов, которые приглашают лучших украинских студентов поучиться у них. Еще наш канал, он вещает для оккупированных территорий. Скажите, есть ли в стратегии место для студентов из оккупированных территорий? В ней не только есть это место, но мы очень большое внимание уделяем этим студентам. Мы ждем этих детей. Я хочу сказать, что до 23 октября этого года продолжен прием детей из Крыма, из оккупированных территорий. Они будут поступать только на бюджетные места, без внешнего независимого оценивания. А есть ли какая-то статистика в относительных цифрах, сколько детей из оккупированных территорий учатся на подконтрольной Украине территории? Я сейчас могу сказать, сколько поступило в этом году. Через центры Донбасс-Украина и Крым-Украина в этом году поступило 388 человек из Крыма и 1080 человек из оккупированных территорий Донецкой и Луганской области. Спасибо вам за этот разговор. Андрей Витренко, заместитель министра образования и науки Украины. Мы говорили о высшем образовании. Это программа «Официальный разговор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова